Здравствуйте! В эфире информационная программа Пульс. О чрезвычайных происшествиях минувшей недели и работе силовых структур Гродненского региона расскажу я, Марина Каминская. Сегодня в программе. Снизить преступность. Как правоохранители борются с пьянством. Акт вандализма в Гродно. Ворота Бригитского костела и жилые дома в центре города цинично разрисовали. Построение, марш и торжественный митинг. Белорусская милиция отметила столетие. О том, какими происшествиями отметилась минувшая неделя в регионе, расскажет дайджест. В Гродно произошло ДТП с участием милицейского автомобиля. Спецтехники, которая спешила на экстренный вызов к месту происшествия, не уступил дорогу Мерседес. В результате столкновения милицейский автомобиль получил технические повреждения. По факту происшествия проводится проверка. В 7 часов 40 минут в дежурную часть госавтоинспекции поступило сообщение от граждан о том, что на улице Весенней нетрезвым водителем было совершено наезд на двух пешеходов, женщину и ребенка. В этой связи на место происшествия был сразу направлен ближайший наряд госавтоинспекции, который работал в этот момент на улице Виленской. Перед движением к месту происшествия на транспортном средстве оперативного назначения были включены проблесковые маячки красного и синего цвета, также звуковая сигнализация. Проезжая перекресток улицы Виленская и Лермонтово, водитель Мерседес не уступил дорогу транспортному средству оперативного назначения, в результате чего произошло столкновение автомобилей. В Гродненском регионе произошли три случая возгорания автомобилей за одни сутки. Эксперты после досконального изучения причин происшествия криминал исключили. Вероятнее всего пожары случились из-за неисправности электрооборудования автомобилей. Первый вызов спасателям поступил в Волковыске. Тут горел Мерседес-Бен с 99-го года выпуска. Через пару часов подобное сообщение поступило на пульт дежурного в Гродно. В тот же день в поселке Мир Карельского района спасатели тушили Ауди. Если загорелся автомобиль, срочно вызывайте спасателей и до их прибытия пробуйте тушить самостоятельно. Приоткройте капот и в появившуюся щель вставьте раструп огнетушителя и таким образом взбивайте пламя. Лишь после этого можно осторожно открывать капот, чтобы избежать притока воздуха и усиления горения. Попытайтесь отключить аккумулятор. Для тушения можно использовать также песок, землю, плотную ткань. Всегда здраво оценивайте ситуацию и степень риска для своего здоровья. Если очевидно, что самостоятельно справиться с пожаром не получается, отойдите от машины на безопасное расстояние. Подробности о преследованиях в Лицском районе были дополнены оперативниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Экспертиза веществ, которые выбрасывал подозреваемый из салона автомобиля во время бегства, показала, что кроме пакета с семенами мака, парень пытался избавиться от шприца с наркотиком. После задержания выяснилось, молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Парень привлечен к ответственности за нарушение правил ПДД. Теперь его отношение начато уголовное дело. Впоследствии по ходу его движения был обнаружен шприц с наркотическим веществом. Это подтвердила экспертиза. По линии госавтоинспекции нарушитель, подозреваемый в совершении преступления, уже привлечен к административной ответственности. Его лишили права управления на пять лет и оштрафовали на 120 базовых величин. Будет решен о привлечении к уголовной ответственности. Сотрудники Гродненской региональной таможни притекли перемещение через госграницу крупной партии контрабандного товара. Около 500 компрессоров для системы кондиционирования пытались незаконно ввести на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска Берестовица. Грузовой автомобиль был отправлен с Германии и по документам перевозил запчасти для тракторов. Сканирование грузовика выявило несоответствие товара указанному. По делу незаконного перемещения грузов проводится проверка. «Было выявлено, что в автомобиле находится около 500 единиц компрессоров системы кондиционирования, которые перемещались по документам, как рычаги переключения передач. Данная система кондиционирования применяется в комбайнах, а также различных тракторах. В настоящий момент в таможне ведутся необходимые процессуальные действия и товар, предварительная оценочная стоимость которого составила более 140 тысяч белорусских рублей, изъят до решения суда». Акт вандализма зарегистрирован в Гродно. Ночью были разрисованы ворота Бригитского костела и несколько жилых домов в историческом центре города. Надписи циничного характера неизвестные оставили на стенах и дверях домов по улицам Свердлова, Молодежной и Парижской коммунны. Действия нарушителей попадают под статью 341 Уголовного кодекса Беларуси. Наказание предусматривает общественные работы, штраф или арест до трех месяцев. Теперь правоохранители ищут злоумышленников и свидетелей. 4 марта белорусская милиция отпраздновала столетний юбилей. Торжественные мероприятия прошли в каждом регионе страны и завершились в столице республики торжественным шествием и праздничным концертом. В Гродно праздничные мероприятия прошли 1 марта. Этот день отметился маршем правоохранителей. Состоялся митинг, возлагались цветы возле памятника погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционерам. Лучшие сотрудники по традиции были награждены. Наша Гродненская милиция сегодня действительно достойная, высококвалифицированная, профессионально несет свой долг на нашей белорусской земле. Огромное спасибо за спокойствие, за мир, за заботу и за те спокойные сон детей, которые вы всегда обеспечите. Спасибо. Количество обращений, поступивших в экономический суд, области за прошлый год сократилось на 25%. Большой популярностью в регионе пользуется институт примирения сторон. Количество дел, по которым стороны решили споры в медиации, на Гродненщине увеличилось в пять раз. И эту тенденцию нужно сохранить. На Гродненщине институт медиации развивается успешнее всего в стране. Если учесть то, что некоторое время назад было обозначено, что в целом за три года в стране было проведено около 300 процедур медиации, то экономическими судами проведено около 220 процедур медиации. В том числе экономическому Гродненской области было передано медиацию 125 дел. Поэтому в этом отношении успехи жителей Гродненщины, медиаторов Гродненщины, они наиболее существенны даже в рамках всей страны. Кроме того, перед экономическим судом стоит ряд повседневных задач, таких как качество, доступность, оперативность и культура судебной деятельности, которая должна отличаться гласностью и открытостью. Алкоголь до добра не доводит. И это понятно. Опьяненный человек не способен себя контролировать и давать отчет своим действиям. По статистике, в состоянии алкогольного опьянения совершается большинство преступлений, в том числе и бытовых. Поэтому борьба с пьянством становится одним из главных направлений в работе правоохранителей. Сотрудники милиции задерживают тех, кто в общественных местах распивает спиртные напитки, проводят профилактическую работу с семейными скандалистами и, конечно, контролируют продажу алкоголя. Подробности в нашем материале. Очередные рейдовые мероприятия. Участковый инспектор Ленинского РУВД отправились по магазинам выявлять просроченную алкогольную продукцию. Так, в конце января этого года в окрестностях Гродно обнаружено два магазина, в которых было изъято 20 бутылок пива и 8 бутылок вина. С истекшим сроком годности. Данная продукция нами изымается. Далее мы направляем материалы в прокуратуру для принятия мер реагирования к таким магазинам. А дальше уже прокуратура направляет материалы в санстанцию. Штрафы тоже, в принципе, большие, наказывают. Но, в принципе, за весь 2016 год у нас не было таких случаев, что в одном магазине мы дважды изымали такую продукцию. Поэтому люди потом уже, как продавцы, обращают на это все внимание. И таких уже случаев не повторяется. Сегодня в проштрафившихся магазинах контрольная проверка. Правда, в этот раз просрочку найти не удалось. А как часто вы все-таки проверяете свой товар? Мы постоянно проверяем свой товар. А почему? В связи с тем, что постоянно нехватка персонала в магазине. Наличие просрочки продавцы объяснили. В магазине не хватает работников, а товара, который не успевает реализовываться, переизбыток. К тому же после январской проверки в торговой точке и руководитель сменился. Будете ли допускать такие нарушения? Однозначно нет. Мы тут все, теперь вся контора, все нам помогает полностью. Вот я говорю, вот видите, шоколадки, зефиры, очень много. Ну вот по магазинам будем разбрасывать. Сроки хорошие, но дело в том, что нет такой проходимости. А потом опять получается, или выкупать надо, сами понимаете, самим, или вот. Это же не работа такая. Это не тот магазин, который такой, понимаете, оно должно быть ассортиментом, но по количеству меньше. Новая заведующая заверила, нарушений больше не допустит. Тем более, что они чреваты немалыми штрафами, до 100 базовых величин, да и стрессами. К слову, изымаемая просроченная продукция направляется на специализированные склады. Затем они направляются на переработку. То есть, если это пиво, то оно уничтожается, а если крепкие уже спиртные напитки, они утилизируются на специализированных заводах. Выявить тех, кто торгует спиртным – одно из направлений борьбы с алкоголизмом. О таких продавцах могут сообщить задержанные в нетрезвом состоянии или во время распития спиртных напитков граждане. Каждый факт участковые инспекторы проверяют, выезжая по месту жительства недобросовестного торговца. К одному из них наведались и сегодня. Добрый день. Старший лейтенант Митрия Кашкевич. Имеется санкция на осмотр вашей квартиры. Можете ознакомиться. Сколько фактов будем выявлять? Сколько будем осматривать? В этом доме милицию понятно, не ждали. А посему сотрудников внутренних дел встретили нерадушно и агрессивно. Ознакомились? Ну, так вы же мне это показываете. Это второй факт. Ну, так он и третий есть, так что вы и третий будете осматривать. Так, пожалуйста, ознакомьтесь под подпись с постановлением о проведении осмотра. Если на то пошло, то вот этого факта продажи не было. Если вы снимаете, так нас снимаете. Вот этого факта продажи, этому не было. Никакой самогонки я не продавал. Если вы снимаете. Они прекрасно знают. Этот милиционер прекрасно знает, что это вот меня подставили за эту самогонку. Он прекрасно это понимает. Всех подставляем. Да, всех поставляют. Однократно подпись по становлению. С вашим желанием, без вас, с вашим желанием. Что смотришь? Осматривай. Мы уже осматривали, что у нас осмотра. Как оказалось, горе-торговец в поле зрения правоохранителей попал, продав своему соседу бутылку алкоголя. И теперь находится под наблюдением. Ну, как-то было, продал человеку, было, подошел, плохо было, то продал бутылку. И этот человек потом донес? Да. И все. А так я не занимаюсь ничего. Милиция приезжает. Вот по этому факту. И приехали, что продал. Как правило, люди, которые реализуют, по крайней мере, на территории города Гродное, дома много не держат. Если до 5 литров им привозят, то это нормально. То есть в прошлый раз мы изъяли 3 литра. Это 0,5 литра самогона и 2,5 литра спирта. Сергей факт продажи не отрицает, но с обвинением в том, что он торговец спиртного, не согласен. У меня была бутылка. Откуда она у вас была? Как заработал, бутылку дали. И что, стояла, я сам не пью. Вот так что. Зачем она мне? Вот продал. Естественно, утверждали, что никто не реализует. Но когда приводишь конкретные факты, доводы, люди сознаются. Комментарий его сегодня уже прозвучал, что якобы кто-то что-то там наговаривает на него. Он, конечно, будет отстаивать свою позицию. Признаваться он в этом не будет. Однако в протоколе, который был на него составлен, вину он свою признал. Лицо, которое ему реализовал спирт, опознал. Теперь материалы дела направлены в суд. В случае подтверждения вины Сергея ждет наказание. Штраф до пяти базовых. К слову, человек, который покупает такое спиртное, тоже ответит, уплатив до пяти базовых величин. А сами граждане, попадая в поле зрения правоохранителей, у сотрудников находятся на контроле. И периодически проверяются. Вступил в законную силу декрет президента номер пять, где разъяснена ответственность граждан, которые у нас реализуют самогон и спиртосодержащую жидкость. По итогам 2016 года у нас таких, как можно сказать, точек было четыре в Ленинском районе. По всем мы их, людей этих привлекли. И постоянно проводим мероприятия, чтобы они в дальнейшем не торговали этой спиртосодержащей жидкостью. К слову, в конце прошлого года сотрудники милиции Ленинского района изъяли 10 тысяч водки и спиртсодержащих напитков, которые перевозились из России. К тому же, в 2016 году сотрудниками внутренних дел этого же района за реализацию спиртных напитков было привлечено 27 человек. Уже в этом году было восемь таких фактов. Конец февраля отметился новым фактом. На минувшей неделе была раскрыта еще одна точка реализации алкогольных напитков. Более тонны самогона находилось в гараже. Теперь проводится разбирательство. Гражданин пояснил, что взял для, ну не продажи, для свадьбы дочери, ну для таких нужд. Ну а сейчас будем проводить дальше этот показ, самогон будем мы опечатывать для экспертизы. Ну а потом будем, если подтвердиться, что это все-таки самогон, просто на роде будет составляться протокол. Однако в гараже было алкоголя столько, что и не одну свадьбу можно было сделать. Хозяин уже за производство, хранение и реализацию самогона грозит от 100 до 200 базовых величин. Впрочем, хранить изготовленную самостоятельно алкогольную продукцию можно, но в гораздо меньших объемах – до 5 литров. И это вся информация на сегодня. Вы смотрели программу «Пульс». Следите за нашими выпусками и на сайте tv-grodno.by. До встречи через неделю. Продолжение следует... Субтитры создал DimaTorzok